Что общего между Сахарой и селом Новый Бирюзак? И там, и здесь вода буквально на вес золота. Но если в первом же случае это безлюдная пустыня, то здесь же это населенный пункт. Для людей, где основным источником дохода является сельское хозяйство, вода просто жизненно необходима. Единственная водная артерия в селе – канал Кордонка. Он питает все колодцы, и жители используют ее для полива сельскохозяйственных угодий и в качестве воды для скота. Но сейчас, глядя на состояние канала, вряд ли можно сказать, что он вообще для чего-то пригоден. Русло сильно заилено, засорено и нуждается в срочной очистке. Раститель на селе в буквальном смысле исчезает. Проблеме уже четвертый год. Жители обращались в разные инстанции, но ни от кого помощи так и не получили. Короче, проблема в основном заводу. К нам не дают воду. Меня как выбрали главой администрации, я обратился уже полгода. С прошлого года, в ноябре месяце меня выбрали. Я обратился куда надо, и район обратился, и везде, кому надо, я обратился. Никакой помощи нам не выделяют. И вот недавно я сход в село тоже собрал. Вызвали именно по кордонке, кто старший, глава района приехал. Ну, обещают, но не знаю, когда это будет. А ведь когда-то это село было одной из самых процветающих в районе. Сейчас о былых временах у людей здесь остались только воспоминания. В селе много проблем, с которыми отчаявшись, люди смирились. Но грязная вода – случай особый. По Чичи-П сетуют люди. Я воды вообще не вижу. Для водопоя, для скотин нет воды. Высыхает. На меня вот 181 гектару сынокоса, у меня осталось где-то 70-80 гектаров. Каждым годом она меньше и меньше становится. Потому что палит нечем. Для скотин воды нету тут. Раньше эту речку, за которую в основной раз руками даже копали. Неужели сейчас такой век, мы опять ее должны идти копать руками? Там перемычку прокапали. Ну и что? Приезжают, обещают, уезжают. Как не было воды, так и нет. Сейчас лето начнется, все. Скотин не пить негде. Не то, что уже говорить за людей. Копаем колодцы сухие. Комплекс нерешаемых проблем провоцирует самую основную – стремительный отток населения. Уже заметно, что в местной школе учится гораздо меньше детей. Молодежь, не видя здесь будущего, переезжает в города. Ну а какие могут быть перспективы, если в селе в буквальном смысле нет условий для полноценной жизни? Если оставить все как есть, новый бирюза к скорым времени может пополнить список сел-призраков. Вот смотрите, вот среди этих людей нету молодого человека. У каждого из них спросите, у них дети уехали с этого села. Если вы посмотрите по всему селу, посмотрите, где есть дом, который не написано «продается». Почему? Потому что нет воды. Вода – это жизнь. Я хочу сказать, я создала это фермерское хозяйство, чтобы мои дети, у меня сыновья, чтобы эти дети остались в село, чтобы делать экологически чистый продукт. Я построила большую ферму. Ну ведь я всю эту продукцию, мясо, сыр, молоко отправляю для города. А как поить скотину? Я зарила три скважины для своего фермы. Ну, однако, это не спасение. Здесь есть и коренные жители, выросшие в этом селе и ни за что не желающие покинуть его. У кого-то из них налажено хозяйство. Кто-то держит скот и занимается животноводством. Их благополучие целиком и полностью связано с водой, которая с каждым годом уменьшается. Да, есть, конечно, артезианская скважина. Но ее едва хватает для личных нужд людей. Но не для всего остального. Ну, что происходит? Вот это, вот то, что вы видите, вот это, я ко всему сказанному добавлю. Вот то, что вот сейчас течет, это в основном вот артезанская вода, вот, которую вот помыли туда-сюда. И она вот это излишки текет. Она, это вот, вы можете посмотреть, ну, якобы там вода есть. Ну, хотя это в любом, видно и ясно, что это, из него ничего не сделаешь. Сейчас жители села Новый Бирюзак подготовили письмо главе Дагестана Владимиру Васильеву. Несмотря на печальное положение, люди здесь не теряют надежду. Высыхающая вода – это одна лишь из многих проблем этого села, которые, если не находятся на грани вымирания, то на стадии выживания находятся точно. Но люди здесь не теряют надежды, что власти обратят внимание на все эти проблемы и что в будущем они, наконец-таки, заживут нормально. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, село Новый Бирюзак, Кизлярский район.